Всем добрый вечер, мои любимые. Наконец-таки закончился понедельник после выходных. Очень загруженный, я отработала. Время уже практически 8 часов. Но дела всегда найдутся. Ксенечка моя уже дома. Вот, доехали, всё в порядке. Вчера вообще я ничего не делала, так как ребёнок был в дороге. И она уже приехала где-то. Да, они приехали домой где-то уже в, наверное, 10 часов вечера. То есть они почти 12 часов ехали. Так как у нас 2 дня были застолья. Сначала мы у нас накрывали огромный стол. Вот, когда она приехала, на следующий день мы были у родителей на доме. В субботу мы мотались по делам. Вот и все 3 дня. В четверг она уже с утра... Ой, на четвёртый день, в воскресенье, она уже уехала домой. И, конечно же, не к тому я говорю. Конечно же, всегда после таких застольй домашних что-то остаётся из продуктов. Например, когда вы варите борщ в обед, всегда останется маленький кусочек капустки. Когда вот, например, такой банкет или день рождения, или просто вы сидели с друзьями, всегда остаётся лаваш в тонке. Потому что всегда его берёшь много, он же вкусный, свежий, боишься, что не хватит. Вот он у меня остался. И я решила сегодня вам показать очень вкусный, очень быстрый рецепт запеканки из лаваша с капустой, который будет таять во рту. Вот кто сделает, обязательно, девчонки, отпишитесь мне в комментариях. Рецепт просто бомба! Для этого нам с вами понадобится... Для этого нам с вами понадобится... Зелень. У меня здесь кинза, лук, укроп и петрушка. Морковка, репчатый лук, чеснок. Порезала вот так полукружочками. И кусочек капусты, который у вас остался. Нарисайте кубиками, кто-то, как моя мама, режет тонко-тонко-тонко. Сырок, кусочек я натерла на мелкой терке. Сливки. И у меня остался от люля вот такой красный соус тоже с зеленью, который мы также используем. Ну и, соответственно, лаваш. Что нам нужно будет сделать? Сначала мы с вами обжариваем на растительном масле. Я буду использовать оливковое масло боржа с чесноком, лук, чеснок и морковочку. 5 минут. Когда у нас немножечко схватилась морковочка с лучком, вот в этот момент мы с вами закидываем нашу капусточку. Она уже жарится сейчас. Все. Хорошо нам нужно размешать все это. Сейчас капусточка даст водичку, сачок свой. Быстро-быстро потушим. У меня молоденькая капусточка. Еще не останется покушать. Я обожаю тушеную капусту, но просто с детства. У нас мама когда пекла пирожки с капустой, с пюре, с картошкой. Я половину капусты стырю, пока пирожки будут. Но уж очень я люблю ее с детства. Очень. И в мультиварке люблю готовить. Кстати, нам надо что-то с вами приготовить. А то купили мультипекать. Или как он там называется? Типань. Один раз готовили и все. Ну, как всегда. Все. Обжариваем до готовности нашу капусточку. А тем временем... Так, наша капусточка потушилась. Теперь мы берем наш лаваш и... Натираем соусом. Одной баночки мне было мало. Откроем вторую. И прямо обильно, обильно вот так смажем соусом. В общем, равномерно распределяем на весь лаваш соус. Вы можете использовать белый соус, чесночный. Я использую красный только потому, что он остался у меня с нашим банкетом семейным. Все. Следующее. Надо быть здесь еще. Маленечко вот так. Все. Следующее, что мы с вами делаем. Выкладываем нашу капусточку. Равномерно. И распределяем. Равномерненько. Посолили, поперчили мы капусточку. Обязательно, девчонки, забыла сказать. Посолили, поперчили. Дальше. Засыпаем зеленью. Засыпаем зеленью. Прямо не жалею. Мы зелени любим много, поэтому я использую много зелени. Я всегда везде добавляю. Теперь нам нужно все это свернуть с вами в рулет. Аккуратненько. Наш лаваш стал мягчить. Свернули. Приготовим рабочую поверхность. Теперь нам нужно нарезать наш рулетик такими столбиками, которые бы соответствовали высоте нашей формы. Я использую вот такую форму. Вот так, чтобы у нас место еще оставалось для присыпки сыра. Форму мы обязательно смазываем маслицем. Немножечко. Прям чуток. И края из саму форму обязательно смазываем маслечком. Начинаем резать и укладывать. Разрезали мы наши столбики. Вот так уложили их. У меня не хватило из одного лаваша для этой формы. А следующая у меня форма очень маленькая. Поэтому я внутрь просто положила лаваш. Кусочки лаваша у меня еще остались. Я положила. Теперь берем сливки. Это дело аккуратненько. Мы заливаем сливками. Можно использовать молочко. Прям чуток вот так. Залили. И засыпали все. И засыпали все нашим сырочком. У меня сулугуни, как всегда. Отправляем в духовку на 20 минут. Отправляем. У нас прошло с вами 20 минут. И сейчас мы будем смотреть, что у нас с вами получилось. Шикарно. Шикарно. Как это вкусно. Как это нежно. С ума сойти. Просто сойти с ума. Так. Сейчас подвинусь сюда. Так. Берем с вами. Мне надо разложить завтра все тарелки. Не нужно и отнести в кладовку. Ну что, девчонки, смотрите. Сула гуни тянется. Сумасшедшая. Люблю, когда много сыра. Прям обожаю. И вот это у нас с вами сейчас будет, ну просто. Посмотрите. Лаваш, тушеная капусточка, зелень. Можете добавить приправочки? Я не люблю. Уже будет, знаете, на Мишу много вкусов. Я сейчас сюда еще положу сырок. Вот так. Сула гуни бомбический вообще. Тянется. Это говорит о хорошем качестве. Дополнительно положила я сырочек наверх. И это будет очень вкусно. Попробуйте и обязательно мне напишите, кому понравился данный рецепт. На сегодня это все. Мои любимые. Время у нас 9 часов. Подписываемся, ставим лайки, нажимаем на колокольчик. Я рада каждому из вас. Завтра будет новый день и новое видео. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok